Пол Калиновского. Значит, интересная история. Продолжают они развиваться в политический субъект. Объявили о том, что они будут теперь иметь еще политическую раду. Это интересно, да? Пол Калиновского будет иметь политсовет. И в этом политсовете будет 10 человек. Это все, насколько я понимаю, солдаты. То есть они не взяли ни одного внешнего политика. Слава богу. Они как-то внутри себя пытаются демократическим путем, как они рассказывают, значит, по чуть-чуть вызревать в политическую структуру. И вроде как все это такие ребята с ценностями, серьезные, нормальные. Ну, спросили их там про отношение к Светлане Тихановской. Они сказали, мы не критикуем, но мы и не сильно с ней там сотрудничаем сейчас. Почему? Потому что у нее не было в повестке звать людей в полк, помогать амуницией, помогать оружием. А это им надо. Им не надо слова и как бы соки и конфеты. Им надо реальная помощь в вооружении. Это, конечно, Тихановская не может предоставить и не хочет, на самом деле, этим всем заниматься. Поэтому они как-то такую свою собственную пошли в сторону. И вот создают уже свой политический совет. Не исключает, что на выборах в будущей Беларуси они будут участвовать как политический проект. И что некоторые люди будут также от них участвовать в этих выборах. То есть мы уже понимаем, что формируется вот такой необычный политический субъект. Они не сказали, что их лидер поздняк. Они не сказали, что их лидер сахасчик. Они не сказали, что у них вообще есть какой-то вне полка политический лидер. Это неплохо. Я считаю, что пока вот они хранят какую-то независимость от политиков, что старых, что новых, есть какой-то шанс на нормальную назрелость. Потому что при всем моем уважении к поздняку, и к сахасчику, и ко всем остальным, не хочется, чтобы какой-то политик имел свой карманный полк белорусский. И всем ходил с распальцовкой, а у меня есть свой собственный полк. И сейчас этот полк, кто меня не будет слушаться, тех к ногтю. Вот мне этого не хочется. Поэтому то, что они пока на данный момент равно удалены, это большой плюс. Появляются какие-то лица новые, появляются какие-то новые имена, которые я не знал. Будем следить. Будем следить за их риторикой. Будем следить за их политической позицией. Пока очень трудно сказать, какие ценности реально ребята имеют. Кроме, ну понятно, защиты Украины и победы Украины. И может быть какое-то постепенное отвоевывание Белоруссии. Но все равно, вот то, что это уже сформулировано как отдельная политическая категория, это факт и плюс. Вот, вот что прямо они сказали напрямую. Политичный соем полка проставлен 10 человеками. Это в основном хлопцы, которые имеют боевый досвид и довер своих побратимов. Коллективы их высунули. У нас проводились невеликие выборы. Это очень хорошо. Теперь это орган затверждает политическое бачение наших контактов и керунка. Утлумачить на месте командира полка Вадим Кабанчук. Кабанчук. Вот новое для меня лицо. Не знаю до этого. Ну вот буду знать, что там есть такой Вадим Кабанчук. Что относится Светлана Тихановская, то он каже, что агрессивные риторы кидая ей не ма у полка. Асобным бойцам мы не забраняем меть власные думки. Але под креслю мы не шукаем. Сабе ворогов у нас их хапаем. Мы стварилися по власной инициативе, за власные ресурсы. Мы не бачили заяв с того боку по мобилизации у наших шероги. Не бачили заяв про тое, что нам треба амуниция. Мы рушим наперед, не бачим проблем. Каб некие политичные речи вырошать самим, про своих представников. Вот такое мнение у полка Калиновского. Быть такими равноудаленными. Может быть и правильно. Все равно, конечно, потом, рано или поздно, придется как-то эту всю конфигурацию сводить во что-то единое. Но на этом этапе, когда офис, ну, очевидно, потерялся в военной ситуации. Чуток потерялся, правильно? С одной стороны, реформа демократических сил в процессе неизвестно, куда она приведет. С этим координационным советом и со всем остальным еще неизвестно, куда приведет. С другой стороны. С третьей стороны, пока, ну, как бы, нету общего политического движения белорусов, белорусам крайне сложно действительно делать ставку на ту или иную силу. Потому что нет организации, через которые можно это проголосовать все. Поэтому вот оно все вместе, пока, может быть, я так размышляю, может быть, и правильное решение. Так, что пишите вы? Пишите ваше мнение. Нас смотрит 930 человек. За 300 лайков мы вышли, но, мне кажется, можем больше к этому времени. Ну, и спасибо тем, кто помог вначале. Но, друзья мои, поддерживайте своих дорогих коллег. Давайте помогать. Я напоминаю, что все ресурсы, которые мы собираем, через вот этот виджет вверху, или через суперчат, или через патреон, или пейпл, идут в ССУ и нашим добровольцам. Все. А вот то, что канал может получить, вы тоже можете каналу помочь, это стать новым платным подписчиком. Вот это приходит раз в месяц, и это то, что идет на развитие самого канала. Тем людям, которые помогают каналу. Поэтому, вы тоже можете стать вот этим платным подписчиком. Там есть очень разные уровни, от буквально копеечного до уровня Бог. Вот у нас еще пока никого нет уровня Бог. Так. Даже Сталин говорил, белорусы, это не русские, это совсем другой народ. Это действительно совсем другой народ. Это просто совсем другой народ. И в этом трагедия Путина, его в том, что не понимая это, он пытается достичь недостижимой цели. Просто недостижимой цели. Ник Федоров такое мнение. Честная позиция военных должна сводиться к сугубо боевым действиям. Военные в политике, особенно с претензиями на организованное участие в избирательных процессах, это хунта военная по определению. Ну, они это не скрывают. Они это не скрывают пока. Конечно, тут надо, ну, как-то, да, ну, еще далеко до настоящих выборных процессов, поэтому может еще все поменяться много-много раз. Вот, Людмила Анухриенко решила сделать мне даже комплимент. Андрей, вам идет синий цвет. Спасибо вам, дорогая Людмила. Вот, я падок, ну, как любая творческая личность, падок на комплименты. Спасибо вам. Так. Самый Ник Федоров продолжает. Последовательные и толковые белорусские политические лидеры. Поздняк Санников, Статкевич. Конечно, это не все, но не в их числе ни Латушка, ни Тихановский. Ну, это, опять же, ваше мнение. Вы понимаете, вот, я повторяю, я вам не зря привел дебаты Бабарика о партии. Все может быть, что когда реально в бюллетене будет, вот, перечисленные вами фамилии и все остальные, может оказаться, что парламент на, там, 50% будет состоять из партии Бабарик. И вы ничего не можете, у вас может быть свое Ник Федоров мнение, у Поздняка может быть свое мнение. А вот эта масса, она возьмет и проголосует человека, который, ну, как бы, обещает не национальное вызволение, а богатую жизнь. Буржуазную, богатую, спокойную европейскую жизнь. И что никто не будет долбить насчет языков, там, и не знаю, чего еще, и символов. Все может быть. Мы реально не понимаем состояние политической системы и состояние общества, мы не понимаем. Те люди, которые говорят, что они понимают, они заблуждаются, скажу мягко. Могут быть очень большие открытия. Особенно эти большие открытия могут быть, когда выйдут из тюрьмы достаточно большое количество политзаключенных. Вот там диспозиция может измениться просто невероятно. И лидером вдруг может стать какая-нибудь Дарья Лосик с Игорем Лосиком, например. Или вдруг Автухович, которого мы не слышали, и которые там всегда его скрывали от публики, когда он выйдет, там может быть вообще совершенно невероятная вещь. Понимаете? Поэтому мы не знаем. Так. Большое открытие будет, когда Коля сядет на трон. Ну, то, что Коля куда-то сядет, может быть. А на трон ли? Или не на трон? Знаете, мне это неведомо. История в будущем, как бы, времени не работает. История работает только в прошлом. А что будет, мы посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...